Микс Ньюс Добрый день! В эфире Радио Болтком. Прямая линия. И сегодня гость нашей прямой линии, писатель, поэт, историк, руководитель легендарной поэтической студии «Луч при МГУ» Игорь Волгин. Эфир мы проводим в рамках проекта «Культурная линия». Веду его я, Ольга Авдевич, моя коллега, ведущая Радио Болтком, Рита Трошкина, звукорежиссер Родион Золотарев и на том конце прямой линии в Переделкино на связи Игорь Волгин. Мы напоминаем, что телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Вы можете позвонить и задать свой вопрос Игорю Леонидовичу Волгину. Это основатель и президент фонда Достоевского, член Совета по русскому языку при президенте России, вице-президент русского пенцентра, профессор литературного института, а зрители телеканала «Культура» знают его как автора ведущего интеллектуального литературного ток-шоу «Игра в бисер». Вообще очень многое о чем можно спросить и много тем для разговора. И всему миру Игорь Волгин известен как один из ведущих специалистов по Достоевскому. А поскольку сейчас у нас год Достоевского, то вот как близится, да, то карты в руки нам. Здравствуйте, Игорь Леонидович. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, наша прямая линия построена так. Мы объявили, анонсировали вас как нашего гостя заранее и получили очень много вопросов от наших радиослушателей. Мы постараемся в темпе и в ритме задать все вопросы, чтобы все вопросы прозвучали. И начнем мы с самого главного нашего, с Пушкина, как послесловие к дню рождения. Первый вопрос у нас от Пушкинского общества Латвии. Татьяна Кулинская. Значит, в июне день рождения Пушкина в мире отмечается Международный день русского языка. Сейчас у нас еще июнь, мы подводим июньские итоги. Учрежден этот праздник в 2010 году. И накануне дня рождения поэта в Латвии разгорелась горячая дискуссия. Известный эксперт по прессе, профессор Латвийского университета, заявил, что памятнику Пушкину в Риге не место. Что такие памятники смехотворны и унизительны, нелепы, поскольку Пушкин никогда не воспевал Ригу. Никакого отношения не имеет. Игорь Леонидович, вот вы с высоты вашего литературного исторического кругозора, что бы ответили на это? Ну что тут можно сказать, что смехотворны и нелепы именно вот такие заявления. Потому что Пушкин это символ не только России, это мировой символ. Ну хорошо, он не имеет отношения к Риге. Но в Москве, например, стоит память о Шатар-Аставеле. Какое отношение к Шатар-Аставеле имеет в Москве? Это знак солидарности культурной, это знак приязни. Или, скажем, около гостиницы Украины стоит большой памятник Тарасу Шевченко, который в Москве вообще никогда не бывал, по-моему. Это знаки культурного уважения и присутствие того или иного поэта или деятеля культуры в искусстве, в культуре, скажем, в на сфере того или иного государства. А Пушкин, когда Пушкин говорит, слух обо мне пойдет по всей Руси великой, назовет меня всяксущий мне язык, как там у него и гордый внук славян, и финн, и на ней дикий тангус, и вдруг степей калмык, он имеет в виду не только, что его будут переводить на эти языки. «Всяксущий мне язык» — это всяксущий мне народ. Народ, язык по-древнеславянски, по-церковнославянски — это язык, народ. «Всяксущий мне народ» назовет его, на русском языке, кстати. И поэтому это естественно, что, скажем, бюстер и памятник какому-то великому мировому поэту или писателю стоит в другой стране, где, кстати, есть много русскоязычных. Это настолько органично. И вот такое заявление просто, ну что, это бескультурия, это бескультурия, это бессмыслица, это зашоренность, как еще можно сказать. Так мне кажется. Ну, надо справедливости ради добавить, что это заявление встретило, ему многие оппонировали, и действительно дискуссия была, и коллеги этого профессора тоже оппонировали, потому что действительно памятник Пушкину не случайен, и Пушкин для нас тоже не случайен. Но вот пояснение от Пушкинского общества мы получили. Памятник Пушкину установлен в Риге в 2009 году по инициативе Пушкинского нашего общества. И вот он за прошедшее время не раз подвергался там вот таким всяким актам вандализма. Там были случаи, ну это понятно, что маргинальные товарищи ему накидывали петлю на шею, подрезали тросточку и так далее. И с этим, конечно, ни один нормальный человек это не только не поддержит, но и будет этому как-то противостоять. Ну да, это, понимаете, Пушкину, это они себя как бы марают, а не Пушкина. Понимаете? Они себя марают. Как сказано, Бог поругаем не бывает. И Бог искусства, Бог поругаем не бывает. Понимаете? Это поругание самих себя, вот такие акции. Это как бы идет бумеранг обратный. Вот это только говорит не о Пушкине, конечно, а о том, кто это делает. Естественно. Ну, конечно, вандализм что-что делает. Ведь сейчас вообще идет такой период иконоборчества, такой по всему миру. Вот следующий вопрос наш, да, как раз. Напоминаем, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-9939, прямая линия проходит в сотрудничестве с нашими коллегами-журналистами из Литвы и Эстонии с медиаклубом «Формат А3». И, пожалуйста, мы принимаем звонки. А следующий вопрос такой. Вы как-то сказали о Достоевском, о роли Достоевского, что после Достоевского мы, как нация, как народ, поняли о себе гораздо больше, чем до Достоевского. Вот вопрос об уроках пандемии. Как вам кажется, что мы поймем после вот этой пандемии, чему человечество научит эта ситуация? Ну, знаете, у того же Достоевского есть такое, значит, такое выражение, что человека можно определить как существо, которое ко всему привыкает. Мы ко всему привыкаем. Я не думаю, что пандемия таким коренным образом бы изменила нашу историю или, скажем, наша ментальность. Думаю, что нет. Конечно, это урок, конечно, урок несомненный. Но я не думаю, что человек изменится. Он за 2000 лет, ну, если брать там последние 2000 лет, изменилось очень мало человека, очень мало. Вот он остался в основном таким же. Вот. Другое дело, что, конечно, пандемия показала хрупкость мира. Насколько он уязвим, насколько он подвержен неожиданным вещам, причем даже пострашнее, чем атомное оружие. Вот явления такого рода, биологические явления. Пострашнее даже. Мир очень хрупок. Но я не думаю, что как-то коренным образом изменится поведение людей, их мироощущения. Мы к этому привыкли. Мы, конечно, если люди и государства извлекут из этого какие-то уроки, они должны извлечь уроки. Что, да, конечно, вот взаимопомощь, характеризм какой-то, взаимовыручка, поддержка, солидарность. Конечно, это снова востребовано, несомненно, в этой ситуации. Но я не думаю, что вот некоторые прогнозы, что мир изменится кардинально. Нет, нет, он не изменился кардинально даже после двух мировых войн. Кардинально он не изменился, хотя, конечно, изменения большие. Человек меняется очень медленно. Но урок, это, несомненно, для нас очень существенный. Для всего, для нас и для всего мира, мне кажется. А вот ценность человеческой жизни в связи с этим, она как-то меняется в сознании? Ну, как мне, знаете, Мартыновы были стихи такие, Леониды. Жизнь людская дорожает, это прямо поражает, убивает на повал тех, кто ими торговал, тех, кто ею торговал. Конечно, ценность жизни велика. Конечно, мы будем, может быть, это нас заставит близким относиться более внимательно. Вот, но, и даром сказано, момент о море, помню о смерти. Момент о море, человек должен об этом помнить всегда. Потому что, помните, как у Булгакова сказано, что человек внезапно смертен. Вот, кстати, в пандемии человек внезапно смертен. Не просто, что он смертен. И надо помнить об этом, конечно. Это представление о смерти входит в состав жизни. Вот, и, конечно, должна быть какая-то ответственность историческая, человеческая. Несомненно, несомненно, я говорю, что это урок. У нас, Игорь Леонидович, у нас есть звонок, примем, был оно к студию. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, я приходила к вам на ту встречу, которая была организована нашими уважаемыми бывшими сотрудниками, редакторами нашей субботы, Авдевичей Трошкиной. Большое им спасибо, что вторично к вас пригласили. У меня вот такой вопрос. Вы знаете, сейчас очень большое спасибо Путину, что он обозначил этот год и указ. Специально принял указ о том, что будем праздновать мы год Достоевского в 21-м году. И весь мир уже начинает праздновать. Это замечательно такое уделение внимания литературе и культуре. Это самый читаемый автор. И Устин говорил, что Достоевский пророк, потому что он всечеловечен. Он и... Вопрос, пожалуйста, сформулируйте. Мы это знаем. Вопрос следующий. Сейчас 140 лет в августе будет замечательному Александру Степановичу Грину. И вот два юбилея. И у них что есть общего? У Александра Степановича Грина и Федора Михайловича Достоевского в путях совершенствования человека. Что вы видите как философов? Что они общего имеют? Эти два великолепных, замечательных писателя. Кстати, вот зеленая лампа вспоминается сразу нам. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Ирина. Ну, то, что год Достоевского, это замечательный. Это мы фонд этого добивались. И другие организации общественные. Такой указ есть. Я вот вхожу в состав оргкомитета, который возглавляет войну. Глава администрации президентской. Оргкомитет по подготовке празднования. Готовится большая программа. И на этот год, и на будущий год. Но вот, к сожалению, мы должны были проводить в мае большой конгресс, посвященный как раз юбилею Достоевского. Получили грант президентский. Но из-за пандемии мы его перенесли на декабрь. И вот сейчас, как говорится, молимся, чтобы не было второй волны, чтобы мы могли спокойно пригласить и друзей, и всего, значит, со всей России, и за рубежа, и провести вот такую встречу. Ну, и будут, конечно, какие-то мероприятия. Вот я сейчас руковожу большим проектом научным. Это по гранту Академии наук. Большим проектом по изучению Достоевского. И даже я включил эту группу студентов своих. И они нашли, кстати, поразительные документы сейчас в архиве, новые, связанные с каторгой Достоевского. В военно-историческом архиве в Москве. Ребята, которым по 20 лет, они участвуют наряду с докторами наук в этом проекте. И кандидатами наук. Молодые ребята, 20-летние. Нашли очень любопытные документы, связанные с каторгой. Их работы опубликованы вот в Петрозаводске, в журнале «Неизвестный Достоевский». Что касается Достоевский и Грин, это, конечно, очень отдаленные величины. Единственное сходство, что они талантливы оба. Они талантливы. И что, кстати, проводится же ежегодно, будет на днях праздник Алая Паруса в Петербурге. Это глиновская традиция ежегодная. Значит, это всё живёт. Что в них общего? Ну, трудно сказать. Но они... Нельзя сказать, что Достоевский романтик. Нет, конечно. Но вот вера в человека, вера в его доброту, в его какие-то благородные качества, это сближает, как сближает вообще всех великих писателей, больших писателей. Вера в человека. И Достоевский, который открыл подполье человеческое, теневую сторону человека, тем не менее, он открыл, и это подтверждает только то, что человек многосоставен. Знаете, у него был такой термин «самоодоление человека» и «самовыделка». То есть борьба с низменными инстинктами. И это самодоление, самовыделка, самовоспитание человека. Ну, Гриной тоже присуще. Там, понимаете, какие-то есть точки сближения. Ну, конечно, они писатели разного совершенно, подхода к жизни разных. Но они пробуждают добрые чувства, если говорить словами Пушкина. Если бы я и пробуждал, да, конечно. И вот продолжение вопроса от Пушкинского общества, от памятника Пушкина. Значит, Игорь Леонидович, вы как историк, как относитесь к борьбе с памятниками? То, что сейчас проходит снос памятников советским воинам в Европе, снос памятников историческим деятелям, которые уличены в причастности к работорговле, борьба с неугодными памятниками с исторической точки зрения? Ну, знаете, это же повторяющее сиявление. Когда в первые века христианства уничтожались памятники античности. Потом только возрождение, а через много веков. Вот темные века миновали, наступило возрождение, и началось как бы смыкание вот этой эпохи стой, возрождение каких-то вещей, связанных с античностью. Конечно, это иконопорчество, это страшная вещь, но вот недавно, и страны-то недавно, когда расстреляли талибы в памятнике Будды в Афганистане, скажем, или даже вот некоторые политологи, я вот вчера об этом говорил на программе Соловьева, ночью, сегодня ночью, как раз я об этом говорил, что даже считается гибель двух вот этих башен-близнецов в Нью-Йорке, что тоже это акт иконопорчества цивилизационного, конечно. Ну, что война с памятниками, это, конечно, признак бескультурья, и это война с собой. С чем они воюют? Они воюют со своей историей. Они хотят лишить себя корней, людей, а листво без корней умирает. Понимаете? Это борьба со своей историей, со своим прошлым. Они могут его не сознавать, но оно в генах сидит. Вот. И, понимаете, сегодня мы сносили одни скульптуры, потом другие. Ну, Орвала, вот я вчера тоже это приводил, например, есть сейчас, вот даже я вчера это выписал, там есть Министерство правды в романе «1984-й год». И чем занимается Министерство правды? Вот оно, чем оно занимается, Роман пишет, что в этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии, все виды литературного документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. «Историю, как старый пергамент, доскапливали начисто и писали заново, столько раз, сколько нужно». Ну, вот то, что происходит, надо писать историю заново. Все время идет подгонка под нужды современности. Но история же, такая штука, знаете, ее не обломаешь, она остается. Нельзя начинать с чистого листа. Мы гораздо больше в нее погружены, чем нам кажется в историю. Это, конечно, вандализм чистой воды. И явление очень грустное. Потому что памятники, они ведь знаки времени, не только знаки политики. Они знаки времени. Ну, что каждое поколение будет... А если говорить о сносе памятников нашим солдатам или воинам, ну, это кощунство, тихое. Но это чистая политика. Это, конечно, чистая политика, опрокинутая, скажем, на монументальное... Вот был план, знаете, в первые годы советской власти был план моментальной пропаганды, утвержденной, значит, Лениным. И вот однажды Луначарского спросили на Большом собрании, «Оправда ли, что вы собираетесь ставить памятник Достоевскому?» На что Луначарский, подумав, ответил, «Да, оправда, мы вот включен там Достоевский в этот план. А что вы напишите на памятнике?» Спросили ему, значит, ну, слушатели, там, зрители. Он сказал, «Да я вот, мы думаем сейчас, а вы напишите, сказал, про шеф, там профессор его спрашивал, а вы напишите Фёдору Михайловичу Достоевскому от благодарных бесов». Такая, значит, вот такой ход, понимаете? Так что памятники и культура — это вещи очень связанные. Вот. Но что это? Они показывают, на что они способны. Вот. Когда-то будет позорная история. Вот. В истории тех, кто эти памятники разрушает. Вот. Тем более, знаете, в Тушенко были такие стихи. История не только войны, изобретения, труды, она и запахи, и звоны, и шорох листьев, и травы. То есть история — это всё. Это не только политика. Вот. Так что, конечно, конечно, это... Но это очень характерно для нашего вот нынешнего состояния ООНов. Вот такая ненависть к прошлому — это очень интересная черта. И очень опасная, конечно. Именно в глобальном плане опасная. Мне кажется. Мы напоминаем, что телефоны прямого эфира, у нас прямая связь, прямой эфир. И телефоны прямого эфира — 672-12-939, 672-13-939. И наш гость сегодня — писатель, поэт, историк, руководитель, основатель и президент фонда Достоевского Игорь Волгин. Вы можете позвонить и задать ему свой вопрос. А у нас следующий вопрос от Елизаветы Кривцовой. Это депутат Юрмальской думы, известный юрист-правозащитник, человек, выступающий, планомерно ведущий борьбу против запрета на русский язык в вузах, ну и вообще борьбу за русский язык. Вопрос такой. Что посоветует Ваш гость по поводу сохранения и трансляции русской культуры в ситуации дефицита как ресурсов, так и пространства для маневра? В такой ситуации находятся многие русские общины, живущие в Европе. Ну, что сказать. Конечно, язык надо сохранять, конечно. Единственное, что это главный стержень, объединительный язык. И нации, и, скажем, общин, которые за границей, и диаспоры. Конечно, если он запрещается или притесняется на уровне, скажем, государственном, то очень важно в семье. Язык, скажем, в семье, говорить в семье на русском, читать. Другое дело, что нужна поддержка государства. Ну, вообще-то покушение на язык, это покушение на историю тоже. Вы знаете, вот у Смелякова были такие стихи в свое время. Сейчас вспомню. Вот, владыки, и те исчезали мгновенно и наверняка, когда они взначай посягали на русскую суть языка. То есть покушение на язык, это покушение на человека, прежде всего. Конечно, государство должно поддерживать русский язык везде, во всем мире, как это делают, скажем, другие страны. Они искупятся на это. Потому что через язык идет приобщение не только к культуре страны, но и к политике страны. И к настоящему страны идет приобщение. Сейчас во всем мире, конечно, вот после особенно перестройки, закрылись многие кафедры. И в Америке, и на Западе закрылись кафедры русского языка и литературы. Но это связано с некоторым историческим провалом, в котором пребывала Россия довольно долгое время. И я вот вижу некоторые признаки оживления сейчас. И на Западе вот интерес к русской литературе, к русскому языку. Ведь очень, знаете, вот Мандельштам в свое время сказал, у него была статья еще дореволюционная, где он говорит, что Чаадаев, говоря о ничтожности русской истории, забыл одну вещь. Забыл язык. Что такой язык мог быть дан только великому народу. Столь пластичный, что ли богатый, столь мощный. И он говорит, что язык русский не только дверь в историю, но это сама история. Это сама история. И онемение двух-трех поколений может привести Россию к исторической смерти. Онемение двух-трех поколений. Это очень важная мысль, высказанная в начале прошлого века. Вот, конечно, язык — это сердцевина нации. Я даже где-то писал в какой-то статье, по-моему, давно, что язык — это неписанная конституция государства. А сейчас как раз в этот пункт на языке включают в новую конституцию. Я это говорю еще 20 лет назад, что это неписанная, сейчас же написанная конституция государства. Вот, конечно, это главная скрепа нации. И скрепа тех людей, которые находятся вне территории России. Вот, его надо беречь, но тут должна и семья помогать, и государство, конечно, должно об этом заботиться. Должна быть какая-то языковая политика у страны, несомненно. Вот. И если есть язык, то есть, сохраняется нить, вот эта связующая диаспора с Россией. Это главное. Вот. Потом язык прекрасный. Вообще, если говорить о языке, то, конечно, русский язык один из самых богатых в мире, и самых богатых эмоционально, и смыслово, и семантически. Как угодно. Как угодно. Вот. Сейчас у нас есть еще две минуты до перерыва на новости и рекламы. И коротенький вопрос. Газета «Суббота», журналист Елена Смехова. А как вы относитесь к ненормативной лексике, которая уже стала почти нормой в произведениях современных писателей? О, вы знаете, у меня была большая статья об этом много лет назад, но она актуальна до сих пор. Понимаете, какая штука? Мат – это сверхъязык. Это сверхъязык, но это сверхъязык устной речи. Устной речи. Введение мата в литературу разрушает мат. Надо беречь мат от литературы. Не литература от мата, а ненормативная лексика. Потому что это не культурное явление, но не вне текстовое, вне литературное явление. Ну, скажем так, вот Маяковский употребил два раза ненормативную лексику, когда это было абсолютно необходимо. Ну, я лучше в баре там буду подавать анонсный вор, это известное слово, и еще в одном месте. Он не самый нежный поэт, понимаете? Вот, потому что это сверхсредство. Его можно в исключительных случаях, когда это становится речью такой обыденной, то мат, введенный в текст, становится пошлым. Он пошлый просто. Он становится буржуазин, кстати. Видите, одно время он был моден как мифические названия в поэзии начала 19 века. Сейчас это, конечно, разрушение мата, как культурного явления, устной речи. Это разные жанры. Он может быть употреблен, но в крайних случаях. Знаете, когда просто поэтическое требование какое-то, а когда он расхожий такой употребляется матом. Это признак не только безкультуры, а отсутствие вкуса. Отсутствие вкуса. Мат на письме звучит совершенно иначе. Знаете, вот Достоевского есть рассказ, как идут трое мастеровых, нет, и пять мастеровых идут. И каждый выражается одним, как он пишет, очень коротко и удобно произносимым словом. Одно слово произносит. Не нормативное. И они при помощи этого слова разговаривают и даже объясняют какие-то сложные явления. Все друг с другом разговаривают. Одним этим маленьким словом. Очень легко произносим. Но давайте, пускай литература до этого уровня снизойдет. Будем обходиться все эмоции. Мат выражает все эмоции, конечно. От глубокой печали до восторга. Но давайте будем говорить только на этом языке и вполне этим удовлетворимся. Зачем нам литература? Давайте так, понимаете? Вот это, ну, мне кажется, это явление тоже временное и связанное с состоянием умов. И, конечно, это явление приходящее. Я глубоко убежден, что это явление приходящее, что мат в литературе не утвердится. Ваше ответ, как говорил Бродский, что если Homo sapiens хочет таковым оставаться, то народ должен говорить на языке литературы, а не литература на языке народа. Это глубокая мысль, кстати. Как некая норма лингвистическая. Спасибо большое за ответ на вопрос. Сейчас у нас пятиминутный перерыв на новости и рекламу. Оставайтесь с нами. Через пять минут мы продолжим. И у нас еще будет целый час эфира с нашим гостем Игорем Волгиным. Продолжаем наш эфир. В эфире радиоболтком «Прямая линия». И наш гость – писатель, поэт, историк Игорь Волгин. И напоминаем, что вы можете позвонить в студию и задать нашему гостю любой вопрос по теме. Телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. И мы, продолжая нашу беседу с Игорем Леонидовичем Волгиным, задаем следующий вопрос, который опять-таки прислала Елена Смехова, журналист газеты «Суббота». Игорь Леонидович, дайте совет, пожалуйста, как сохранить русский язык в стране, в которой закрываются русские школы и вузы, и что для этого могут сделать родители, бабушки, дедушки. Вот такой мы об этом начали уже говорить, но более конкретный, может быть, какой-то роль бабушек. Я в предыдущий вопрос, как бы, уже на этом вопрос. Ну, конечно, семья – ячейка, языковая ячейка. И, конечно, семья надо сохранить язык, причем не просто разговорный. Чтение книг и русской классики, и современных книг, радиоканалы российские, вот ваш канал, который вещает на русском языке, телеканалы. Хотя, надо сказать, что наши телеканалы сейчас очень сильно засолены иногда, засолены очень невнятной речью, особенно реклама. Знаете, там вот у нас висели одно время, и по телевидению шла такая реклама, сигарет, ночь твоя, добавь огня. То есть они думают, что огня и твоя – это рифма. Это рифма. Понимаете? И таких полно, таких безвкусных. Значит, дикторы не всегда соблюдают нормы русского языка. Раньше это было очень строго на радио в советские времена. Там ударения правильно ставились, вообще все. Это был как бы эталон языковой культуры радио и телевидения. Сейчас, к сожалению, этого нет. Я уже не говорю там про поведенческие всякие моменты на телевидении, но этого нет. И, конечно, вот мы стараемся, скажем, в программе «Наша игра в бисерд», которая уже идет сколько? 9 лет, 10-й год она идет, да. Нет, 9 лет она идет, да, на культуре. Мы стараемся, ну там мы приглашаем и писателей, и филологов, и стараемся говорить нормальным русским языком. Поэтому, не избегая, кстати, не избегая таких речений, может быть, которые сейчас входят в язык, а в отнюдь и в своих текстах я тоже, и в стихах, и в прозе, я отнюдь не отчистоплю и такой, знаете, который говорит исключительно такими высокими словами. Нет, конечно. Вот сочетание современного языка со сленгом таким нормальным, это очень интересное явление литературное. Но для сохранения языка, конечно, нужно прежде всего семья. Семья и школа. Вот насколько школа сохранит русский язык, это вопрос в каждой стране свой, потому что разная политика, разные условия существования. Но язык — это борьба, за язык надо бороться, конечно. Это борьба. И самое страшное — это утрата языка для человека этой культуры, русской, скажем, да, потому что культурой есть язык. И тут, конечно, родители, и только родители, прежде всего. А бабушки? Вот роль бабушки сохранить Арины Родионовны. Арина Родионовна. У меня было родное ситворение в молодости. Нет, у меня Арины Родионовны, и некому мне сказки говорить. И под охрипший ящик Родионовой приходится обед себе варить. Это я написал 20 лет еще, понимаете? Вот, конечно, Арина Родионовна должна быть коллективной. А сейчас страна должна наступать в качестве коллективной Арины Родионовны. Страна — носитель языка. Вот. И заботятся о своих питомцах и в стране, и вне страны. Конечно. Мне кажется. А вот такой вопрос Элины Чуяновой, педагог 40-й Рижской школы и журналист. С чем связана существенная утрата позиций русского языка в мире за последние 30 лет? Все меньшее число желающих изучать его закрывают кафедры словистики в зарубежных университетах. Снижение градусов восхищения русским языком. Только ли дело в политике и экономике? Не считаете ли вы, что сами носители преуспели в уничижении своего языка? Да, конечно. Но, конечно, здесь, если брать 30-летие, утрата геополитических позиций страной во многом. Потому что, когда был Советский Союз, то была огромная наука, советология, изучение Советского Союза всех параметров экономических, военных, политических. Поэтому учили русский язык по необходимости. Специалисты должны были быть по России, по Советскому Союзу. Утрата геополитических позиций повела, конечно, к ослаблению интереса к языку и к стране. Сейчас, вот я уже говорил, немедленно происходит некоторое оживление на кафедрах университетских. Больше студентов записывается. Насколько страна занимает мощное положение в мире? Насколько, скажем, слово «спутник» вошло во все языки? Потому что он назвал «спутник». Ну, есть слова непереводимые на другие. Скажем, немцы не могут до сих пор перевести слово «самовар». «Самовар» непереводимый. Они перевели «тая машина», то есть «чайная машина». Но это разница большая, понимаете? Вот, большая разница. Они не могут перевести слово «мормышка». Ну, для удилища «мормышка». Вот слово непереводимое русское. Понимаете? Но слово «спутник» — это было достижение. Чем больше будет публикаций на русском языке, в научной мировой прессе, чем больше будет открытий, чем больше будет текстов, имеющих мировое значение, ну, скажем так, общезначимых текстов, важных для мира, тем больше будет желающих изучать и читать в подлиннике. Изучать в подлиннике. Как мы сейчас читаем по-английски, скажем, какие-то научные публикации и так далее. Роль страны, культурная роль, экономическая, политическая роль страны, она влияет на язык. Язык, как бы, производный от этого. Вот. Если у нас будет такая же культура, как была, которая влияет. Дело в том, что, скажем, до середины XIX века Россия жадно поглощала культурную энергию Запада. Франция, Англия, Германия. Ну, а начиная вот с Толстого и Достоевского, начиная именно с этих имен, Россия начинает излучать эту энергию. Энергию интеллектуальную, какую угодно. Излучать на весь мир. Если у нас будут такого масштаба деятели, как, скажем, в литературе Толстого и Достоевского, в науке Менделеев, там, Павлов и так далее, то, конечно, мы будем... Это русский язык будет востребован во всем мире, несомненно. Не только носителями языка, конечно, но и всеми желающими, скажем так. Ну, я повторяю, за язык надо бороться. Надо бороться за язык. А вот продолжение вопроса. Какие шаги предпринимает Россия на государственном уровне для укрепления позиций русского языка и влияния в мире, помимо конференций для узкого круга специалистов? Для сравнения, вот Франция ежегодно выделяет сотни миллионов евро на продвижение франкофонии в мире. Ну, и Франция правильно делает, потому что язык должен существовать... Ну, были, скажем, Франция утратила позиции, которые были в 19 веке, когда французский язык, особенно первая половина, был языком не только общения, но языком разговорном в России, для дворянства. Конечно, государство должно... Я не знаю, какая у нас языковая политика зарубежная, хотя я член Совета по русскому языку, но, конечно, государство должно продвигать, несомненно. Не жалеть на это ни средства, ни сил. Должна быть программа культурная, всеобъемлющая, продвигление русского языка на государственном уровне, несомненно. И внутри страны тоже. Я вам скажу такую вещь. Вот на Совете по русскому языку я много лет, много лет выступаю за то, чтобы ввели, скажем, выпускной экзамен не только в школе по русскому языку, а во всех вузах, во всех технических учебных заведениях, гуманитарных. Ваш язык... Вы не представляете, вот человек приходит на факультет и пишет диктант вступительный, а у него по ЕГЭ все замечательно, у него по ЕГЭ высокие баллы. И делает 30 ошибок на странице. Вот пускай человек, выходящий в мир, после, значит, окончания вуза, пускай он сдает обязательно экзамен по русскому языку. Более того, я предлагал в свое время, ну, кстати, кое-что принято из этих моих предложений. Они отражены у меня вообще в законе. И ввести экзамен по русскому языку для чиновников. Как было при Спиранском. Спиранский, кстати, секретарь, был при Александре Первом. Он вел экзамен не только по русскому языку для чиновников, но и по истории, по статистике, по физике, чтобы из-за большого ненависти дворянства оно его скинуло. В конце концов, к Спиранскому был ссылку отправлен. Ну, не только поэтому, конечно, но и это тоже. Понимаете? Так что это нормально, чтобы грамотные были. Знаете, у Ежи Леца есть такое выражение, неграмотные вынуждены диктовать. Неграмотные вынуждены диктовать. Вот. В широком смысле. Понимаете, что неграмотные нам диктуют. И кто это говорил? Роман Ронан, что грамотность – это последнее прибежище интеллигента. Последнее прибежище интеллигента. Язык гораздо больше, чем просто слух, как некоторые считают, это такое средство общения. Нет, конечно. Это не только средство общения. Это жизнь. Конечно, государство должно поддерживать такие вещи. Потому что, мне кажется. У нас звоночек. Давайте послушаем. Ой, сорвался звонок. Вопрос из Сталина. Так. Татьяна Савельева. Как вы относитесь к выбору лауреатов Нобелевской премии по литературе? Какой-то он слишком уж странный. То премию дает белорусская журналистка Алексеевич, то музыкант и рок-певцу Бобу Дилану. Ну, происходит такой же размыв, значит, Нобелевской премии, как и в многих других культурных институтах. Смотрите, ну, когда получал Нобелевскую премию, там, Ремарк или Хемингуэй, но у него позже было сомнение в значимости этой премии. Или когда, возьмите русских лауреатов, там, все бесспорные. Но из русских-то Бунин, который, кстати, много раз выдевал Алданова. Вот он взял программу сейчас по Алданову. В греописи мы вспоминали, что, значит, Алданова выдевал Бунин, а Бунин потом много раз выдевал Алданова, который так и не получил. Набоков, который мог получить, но тоже обидно, что не получил, все по масштабу. Ну, возьмите русских лауреатов, возьмите. У нас кто? У нас Бунин, бесспорно, абсолютно. У нас Шолохов. Нобелевский вариант, ну, тоже бесспорный. У нас Борис Пастернак, ну, с известным скандалом Нобелевским. Абсолютно бесспорная фигура. Кто еще? Солженицын, не вызывает сомнений. Бродский, последний наш Нобелевский вариант, да, да, из русских, из российских. Бродский, это фигура бесспорная, можно там любить их, не любить, но неоспорим их вклад в литературу. Вот те, именно, которые вы назвали, ну, конечно, тут возникают многие сомнения. Многие сомнения, разражения. Звоночек у нас. Звоночек прорвался, да? Алло? Добрый день. Добрый день. Я хочу сказать еще про русский язык, про книги. У нас в Каугаре было четыре магазина с книгами, сейчас открылся еще один. Очень большой выбор книг, в том числе классика и русская, и иностранная, и все. Но я сравнила, что детские книжки, они стоят в три-четыре раза дороже, чем взрослые. Ну, как можно ребенку тогда купить детскую книжку? Ну, представляете, Волков, три повести, 20 рублей, ой, евро стоит. А, пожалуйста, вопрос к нашему гостю, в чем заключается? А вопрос к вашему гостю заключается, нельзя ли политику России сделать такой, чтобы хотя бы для других стран, ну, как-то более подешевле. Ну, не нужны книжки детям, очень шикарная бумага и регистрация, и все. Какой-то закон государственный по снижению цены на детские книги. Спасибо большое, спасибо. Ну, вы знаете, это проблема и России, потому что книги у нас очень дорогие. Раньше книга была доступна, я помню, что я попал стипендия, если не больше, когда был студентом, тратил на книги. Вот у меня гигантская библиотека вообще, и в Москве, и в Переделкино, и в основном это я покупал, все. Сейчас я так покупать книги не могу. Это коммерческие дела, это же не политика, это государство не имеет почти своих издательств. Это коммерческая, как бы, вещь. И очень дорогие книги. Вот у меня сейчас выходит семитомник, уже вышло пять томов из семитомника. Они стоят очень дорого. Ну, может человек заплатить полторы тысячи рублей, там, студент или, скажем, даже профессор, полторы тысячи рублей за один том. Вот примерно такая стоимость моих, ну, небольшие книжки, толстые. Это, конечно, беда, потому что книга должна быть доступна. Ведь даже были суворевские издания, дешевые для народа, до революции. Пушкин издавал он за копейки, кстати. Это было все доступно. И я не знаю сейчас таких издательств, не знаю таких вот меценатов, что ли. Падение тиражей колоссальное из-за этого. Вот это проблема. Государство не датирует книги издания. Ну, кроме грантов, конечно, гранты даются на издания. Вот. Ну, конечно, очень теснит книгу, бумажная и электронная книга. Очень сильно теснит, понимаете. Но это особая проблема. Это особая проблема. Конечно, детская книга должна быть доступна. Да, конечно. Это кто с ним спорит. Но это вопрос не государства. Ну, если бы она там датировала как-то эти издания, да, конечно. Но пока этого не делается. Только вот грантовская политика, грантовая политика есть. Вот. Это проблема для России тоже большая. И книги дорожают все время. Да вот сейчас с вами было письмо, но у нас группа писателей большой, чтобы снять НДС с продажи книг. Это все-таки удешевить несколько книгу. Это проблема сейчас такая. Ну, на Западе, кстати, тоже книги дорого стоят. Дорого стоят. Вот я был в Париже, там, в Лондоне. Там книжка стоит 20 евро, 25 евро, 30 евро иногда. Вот. Это, к сожалению, такая сейчас... Вот поэтому такой массовый переход на электронную книгу, которая, кстати, никогда не заменит бумажную, мне кажется. Ну, это много тут есть аргументов. Это совершенно разные сферы культурного существования книга. Например, у меня привычка делать пометы на книге, на бумажной всегда. В оригинале это то, что называется. Отмечать какие-то вещи. Ну, дело не только в этом. Дело не только в этом. Но это проблема мировая. Ваша слушательница совершенно справедливо об этом говорит. Абсолютно. Вопрос из Литвы. Журналист Альгис Каланта. Богатый русский язык захламлен различными заимствованиями. Кар-шеринг, кастинг, тендер, креатив, шоппинг, ресепшн. Могут ли испортить язык заимствования и феминитивы? Могут, конечно. Потому что когда их слишком много, язык не устает сопротивляться. Понимаете? Но большинство вот этих слов, которые вы назвали, они легко заменимы. И сторонник того, что, как, скажем, Шишков такой был у нас писатель в начале, на рубеже XVIII-XIX века, Адмирал Шишков, он, значит, он говорил, что вот Галошу надо называть мокроступами. Мокроступами. Вот. Он был за архаическую речь. Ну, кстати, когда он писал манифесты по войне XIX года, Шишков, он был автором манифестов царских, то ходила такая шутка, что для того, чтобы возбудить его красноречие, должно было сгореть в Москве. Понимаете? Вот такое событие возбудило его языковые способности. Конечно, язык очень засоряется сейчас американизмами, англицизмами и так далее. Все говорят, что язык самоочищается. Да, конечно, он самоочищается. Но это должно быть поддержано как-то государством. Вот когда я вижу в Москве вывески, значит, половина слова на английском, половина на русском. Это как бы игра такая. Такого нигде не встречусь на Западе. Нигде. Там и, значит, такого смешения французского с нижегородским. Понимаете? Эта политика тоже должна быть какая-то языковая, несомненно. Язык все выдержал. Если брать русский язык, он все выдержал, все впитал, переработал. Он сейчас в трудной ситуации находится, конечно. Посмотрим, как будет развиваться. Ну, в нем есть здоровый дух вообще. Язык, понимаете, он как живое существо. Он все перерабатывает. Он все в себе. И новые слова какие-то появляются, веселые даже. Ну, посмотрим, посмотрим. Потому что искусственные здесь ничего не сделаешь. Такая жесткая регламентация здесь невозможна. Это область свободы язык, конечно. Это одна из самых больших областей свободы. Вот так, мне кажется. У нас вопрос еще от доктора филологии, преподавателя нашей Балтийской международной академии, Любови Кошириной. По поводу книги Зулиха. Да, очень много споров и дискуссий, вы знаете. Вопрос о книге Зулиха открывает глаза. Если говорить о русской словесности как о национальной идее, как вы объясните, что это произведение смогло получить столько литературных премий в России? Вы знаете, я вот должен к стыду своему сказать, что я не читал. Я не могу на это не читать. Она была вот, автор этой книги, была у нас еще года два назад на конгрессе на нашем. И я все дал себя за руку прочесть. Вот так замотался эти два года последние, что я эту книгу не читал. И даже сериал не успел бы смотреть. Это у меня вот в плане ближайших. Но это интересно как явление. Понимаете, это интересно в любом случае. Знаете, как вот говорили про Пастернака, я роман Живаго не читал, но осуждаю. Я могу сказать, что я роман не читал, но одобряю. Потому что вызвало такой резонанс большой. Посмотреть с точки зрения литературы надо, конечно. Насколько это достойно, на каком языке это написано. Имеется в виду не какой язык, это русский, но на каком уровне. Поэтому все эти обсуждения очень полезны. Я думаю, очень полезны. Но у меня нет, не сложилось пока своего мнения относительно этого текста. Я вот должен его прочитать все-таки. Людмила Анисимова, журналист «Латвийские вести». В лучших произведениях русской литературы всегда прекрасный русский язык. Это было неразрывно. А сейчас совсем не обязательно. Что делать, чтобы вернуть эту взаимосвязь? Ну, тут специально делать ничего не надо. Специально я вам повторяю, что язык – существо живое. Что значит был прекрасный русский язык? Да действительно, и у Тургенева. Хотя, скажем, Толстой упрекал Достоевского, всяческий упрекал, что у него все герои говорят одним языком. Совершенно несправедливо, кстати. Несправедливо. Ну, у Толстого были свои претензии. Вот он, его герои говорят по-другому. Ну, Толстой даже, знаете, вот он однажды, за несколько месяцев до смерти, он читает братьев Карамазовых, последнее его чтение, братьев Карамазовы, и читает оно время на Евангелии. И вот он записывает, за ним Маковецкий записывает его слова, что читал вчера Нагорную проповедь, казалось бы. Нагорную проповедь. И очень много лишнего, пишет Толстой, написано хуже Достоевского. До смерти, понимаете? Ну, не в самый плохой авторский ряд ставит Достоевского, скажем так. Язык... Ну, что тут сказать? Ведь, возьмите Платонова. Это язык неповторимый. Ну, как? Я даже не представляю, как Платонова переводят на другие языки. Это настолько органичный язык, настолько внутренний, что он не переводит... Вообще, если говорить о переводах, то ведь вещь такая... Правильно кто-то сказал, что судить о поэте по переводу, поэте по переводу, это всё равно, что целовать женщину через щедру. Марша, который всю жизнь переводил стихи, говорил, что перевод невозможен стихов. В каждом случае это исключение. Вот. Это очень тонкая вещь. Или, скажем... Знаете, как перевели Пушкина на Бурятский? Вот, Онегина. Чего же больше Света решил, что он умён и очень мил. Бурятский звучит так. И тогда купцы и большие начальники решили, что умным он превзошёл отца своего. Ну, с национальным колоритом. Или, скажем, как перевели Вознесенского, его известное стихотворение, «Сибирские баня». У него «бани-бани, двери хлоп, бабы прыгают в сугроб». По-английски звучит «дома для купания, дома для купания, пожилые леди барахтаются в снегу». Вот. Это не переводит... Метафору можно перевести. Вот, у того же Вознесенского. «Мой кот, как радиоприёмник, зелёным глазом ловит мир». Гениальная метафора. Кто помнит, вот эти приёмники, ещё двоянные, с глазком зелёным. Да? Это переводимо. А как перевести Пушкина «Осенняя пора, чай и чарование». Это музыка. Музыка. Музыка непереводима. Вот. Но я повторяю, что язык... Когда я встречаю сленг в прозе, скажем, или в стихах, я... Вопрос, в каком контексте он употреблён? Насколько? С иронией, с усмешкой внутренней. Понимаете? Тут весь вопрос в том, как это написано. Вот. Я не считаю, что язык может быть такой очищенный, высокий, из таких речений состоящий. Нет, он живой организм. Иногда язык прикрывает, даже какие-то вещи. Вы знаете, бывает лицемерен язык. Вот я помню, такой был плакат противопожарный, висел, против пожара. Значит, там было написано, «Хозяйка, проявив халатность, утюг не выключив, ушла. И вот какая неприятность в квартире той произошла». А что произошло? Квартира просто сгорела, она дотла. Вот какая неприятность. Понимаете? Язык маскирует, она на него не проявляется. Вот. Так что, и это, кстати, выдаёт тут же. Язык, это такая вещь, что ты либо провалишься, он выдаёт неправду. Мгновенно. Мгновенно. Неправду, фальш. В языке это всё мгновенно. Вот стилистика. Стиль – это человек, правильно? Понимаете? Так что язык – вот такая сложная система. У нас звоночек. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Такой вопрос. Я тут смотрел заседание расширенное какое-то совета Минобразования с ректорами, наверное, где-то полгода назад. Там дама, она ректор филологического какого-то института, очень эмоционально выступала катастрофе русского языка, что в высших учебных заведениях фактически прекратилась подготовка специалистов русского языка и литературы, чтобы закрывали эти направления. И сидят эти Мурло из Минобразования, посмеиваются над ней. Но Путин не посмеивался, при присутствии президента это всё происходило. Он что-то себе помечал, записывал. Но Минобразование демонстративно сидело и над ней сниялось фактически в лицо. Может быть, эта проблема идёт именно оттуда, что значение русского языка, его чистоты, поддержки политической, почему он такая слабая. Что Минобразование считает, ну что там 300 миллионов носителей, зачем его ещё и поддерживать, там себя вытащить за шиворот, перестали готовить преподавателей, филологов русского языка. То есть, идёт на политическом уровне деградация поддержки языка. Вот в чём проблема. Спасибо за вопрос. Как эту проблему видит наш гость? Ну, видимо, вот имеет в виду то заседание Совета по русскому языку, где я присутствовал. И там действительно, там выступали очень сильно филологи из областных институтов и университетов. Это проблема. Действительно, идёт закрытие. Многие закрыты кафедры русского языка в стране. И филологическое образование, филологическое именно, сейчас находится в таком, ну, можно сказать, в опасном положении. Вот. Тут нужно, конечно, вмешательство государства, несомненно. Само Минобразование это не решит. Тут нужны какие-то... И этот вопрос серьёзно обсуждался. Серьёзно обсуждался этот вопрос. Вот. Падение качества преподавания, несомненно. Вообще, если уж говорить широко, то наша система, Болонская, вот мы переняли на Болонскую систему, она приспособлена к... Мы утратили совершенно опыт советской школы, в том числе и высшей школы. Вот. Это пять лет образования. Сейчас вот у меня бакалавры и мы их санктура. Это совершенно искусственная вещь. Я об этом говорю в Совете тоже. Это искусственная вещь. Это не до образования, когда бакалавры заканчивают. Это не до образования. Понимаете? Вот. Наша система пятилетняя вузовская, она же показала себе наши плоды технические, наши достижения в космосе, где угодно. Это было следствие нашего образования. Недаром говорят, что... Есть такая, значит, такая фраза, что отечественная война выиграли десятиклассники. Наша школа. Советская школа. Понимаете? И советская наука дала какие-то плоды реальные. Вот. И в том числе, если говорить о качестве языка. Это опасное явление. Я бы вообще сейчас вот эти поспешные реформы образования. ЕГЭ тоже самое. Я не осуждаю ЕГЭ. Там есть положительные стороны. Есть. Особенно не дают возможность поступать в ВУЗы людям, значит, из регионов. И поступать в престижные ВУЗы это большой плюс. Но некоторые вещи, вот, я вижу по студентам, насколько уровень упал. Вот я в высшей школе работаю много десятилетий. Я вижу на поколении нынешних российских студентов, гуманитариев, как упал сильно уровень образования школьного. Какая смазанность исторического сознания. Смазанность просто. Что там, 1905 год, что 1975. Примерно одно. Неразличимая вообще история. Вот. И уровень, конечно, это в какой-то мере это следствие ЕГЭ других вещей. Понимаете? Вот пошел такое сейчас, то, что называл Солженицын, образованщина. Это полуобраз. Понимаете? Человек, ничего не знающий вообще, имеет перспективу. Он еще может узнать что-то. А полуобразование, образованец, он уже считает, что он все знает. И он уже не продвинется. Вот это страшно. Вот со школы свыше надо что-то делать, я считаю. Напоминаем, напоминаем, что наш гость на прямую линию у нас писатель, поэт, историк, один из ведущих специалистов в мире по Достоевскому, основатель президент фонда Достоевского, член Совета по русскому языку при президенте России, профессор литературного института Игорь Леонидович Волгин. Вот один вопрос еще от Натальи Лебедева, газета «Сегодня». Вы говорили, что если из российской жизни изъять великую российскую русскую литературу и биографии ее великих творцов, то это будет другая страна. Понятно, что можно изъять виртуально, да, не как-то физически, то есть отключить молодое поколение от доступа к этому богатству великому и тем самым нивелировать его ценность. Вот сейчас в этом плане что-то улучшилось, ухудшилось, вот как Вы видите вот эту ситуацию сегодня? Ну, трудно сказать. Я действительно много раз об этом говорил, что если изъять из биографии страны биографию ее великих людей, то это будет, конечно, другая страна, абсолютно. Вот возьмите Россию без Пушкина, без Достоевского, без Толстого, что-то. Вообще, вот я правильная мысль была в своем время высказана, что у нас есть наша национальная идея, вот мы ее ищем, сколько лет уже даже целые там институты работали в поисках национальной идеи, она не ищется, она есть, это наша культура и наша литература, это наша национальная идея, потому что в нашей литературе сконцентрированы как бы все основные нравственные посылы нации, посылы нации, главные моменты национальные. Когда, знаете, вот когда говорит в своей пушкинской речи, говорит Достоевский, что в споре с Белинским, Белинский говорит, что вот Татьяна, наверное, сделала ошибку, что она не пошла за за Онегином, она была пойти, а действительно говорит, что русская женщина не могла бросить, предать, значит, своего мужа, потому что не могла вот предать, ей тут не было, и я даже в одной, значит, в одном выступлении такую шутку сказал, некоторые приняли за серьезную, я скажу, что если бы Татьяна Ларина пошла за Онегином, то, значит, российская история развивалась бы по-иному, по-иному, мы бы давно уже примкнули к мировой цивилизации, я скажу, вот, потому что система параметра пошла, мы, значит, не примкнули к мировой цивилизации, там, другие понятия, вот, конечно, то, что вот эти нравственные критерии, которые выработала словесность российская, они, конечно, общенациональные, они важны для нации, как этому учить, только одним способом, должен быть талантливый учитель, никакие учебники, никакие книги, ведь, знаете, если я не доверяю учителю, если я его не уважаю, школьного учителя, то, что бы он мне ни говорил, я в это не поверю, я в это не поверю, мне нужен авторитет личности, вот говорил замечательно Лихачев, академик, покойный, которому я очень признателен, написал предусловие от моей первой книги о Достоевском, вот, и она поэтому вышла, с большими трудами, но, что он говорил, он говорил, что меня воспитала полоска света из-под дверя моего отца, который сделал работу, то есть личный пример, только вот полоска света из-под кабинета, вот это, вот, одно дело, когда учитель говорит какие-то заученные фразы, их школа часто отбивает вкус к литературе, я, ну, у нас были хорошие правда учителя, но я начал перечитывать того же Олегина через много лет после окончания школы и был потрясен, хотя я знал, я читал, когда был в школе, я был потрясен гадством, знаете, как сказала Ахматова, как у нее, «Онегина какая-то громада, как облако стояло надо мной, воздушная громада, это громада Онегина», и то же самое со многими текстами другими, которые в школе не проходили, но когда перечитываешь уже в зрелости, совершенно по-другому воспринимаешь, главное, чтобы школа не отбила охоту с убрежкой, анализом образов, это живое дело, тут нужен талантливый учитель, а вот вопрос, вопрос как раз от учителя, просто вот в тему, Елена Матьяковова, председатель Латвийского общества русской культуры, педагог, вопросы школьного опыта, ну вот считается, что люди делятся на тех, кто любит Достоевского и кто любит Толстого, представьте, жаркая дискуссия в выпускном классе на уроке литературы, для России спасительно и перспективно философия и технология Достоевского или Толстого, если бы вы участвовали в дискуссию, каким бы было ваше мнение? Ну, это вечный спор славян между собой, знаете, это вечный спор, дело в том, что это два полюса русской жизни, конечно, кто любит Толстого, не любит Достоевского, кто любит Достоевского, не любит Толстого, У меня в этом довольно много написано, но вот в двух словах, что если брать текст Толстого, у него все сказано в тексте, он как бы из-под текста все вываривает в текст, он говорит ясным словом, комментирующим словом, обнимающим все явления и личной жизни, и мировой жизни. Он очень гнятно все измогает. У Достоевского наоборот, он все из текста вводит в подтекст. У него очень много смыслов подтекстовых. И, конечно, Толстой в значительной большей степени рационалист, такой рациональный у него опыт. Достоевский больше интуитивист. И, конечно, их стилистика, их отношение к миру очень разное. И люди ориентируются к кому ближе. Вот некоторые не могут читать Достоевского. Они заболевают просто. Некоторые считают его таким, ну, как говорил Горький, это гений, но это злой гений наш. Хотя гений и злодейство — вещи несовместные. Это типы, это не надо навязывать никому, не Толстого или Достоевского. Это зависит от склонности внутренних, от душевного состояния человека, от его, как бы, приоритетов духовных. Вот. Ну, надо сказать, что, если говорить о философских каких-то вещах, то во многом в некоторых вещах совпадают какие-то глубинные принципы у Толстого и Достоевского. Они по-другому выражают, конечно, их совершенно по-другому. Комендарм, когда Достоевский читает письмо, он хотел перед смертью, значит, прочитать, вот, зная о том, что происходит в Ясной Поляне, какие-то духовные издвиги, он просит какой-то текст. И родственница Толстого, Аристина Андреевна, придворная дама, даёт ему за две недели до смерти прочитать письмо Толстого к ней, где он излагает свой символ веры. Достоевский читает, хватается за голову, говорит, не то, не то, всё не то. Ну, понятно, там идёт речь о отрицании божественности Христа. Удивительно, что вот такой поэт, скажем, как Полстой, поэт в высоком смысле, переводя Евангелие, четыре Евангелия, Соединённые Переводы, он изгоняет всю поэзию из Евангелия. Там он строится только учения, свод правил, таких, ну, как бы номинатив такой, императив, как поступать. А всякие вот эти мифы, там, чудеса, он всё изгоняет оттуда. Вот, такое рациональное очень Евангелие, это удивительно. Вот, такая публицистская евангельская только остаётся. Вот, а для Достоевского Христос, когда он говорит, что есть у меня символ веры, это Христос, что, если, значит, будет так, что окажется, что Истина вне Христа, а Христос вне Истины, то я предпочитаю остаться с Христом, нежели с Истиной. Что это значит? Что он предпочитает остаться с Человеком, с Человечным. Если Истина аритметично, механистично истинно, античеловечно, то он остается с Христом, а не с Истиной. Но, с другой стороны, Христос говорит, и есть Истина. Понимаете, это Истина, привлекая Достоевского. Вот это разный подход Толстого и Достоевского. Но это две стороны русской жизни. Это два полюса русской жизни, их не разъять. Вот в связи с этим вопрос от газеты «Латвийские вести». Что, по-вашему, сегодня особенно востребовано у Достоевского в нашем современном мире? И не кажется ли вам, что его размышления о русской идее, истории, народе как-то затерялись, затерлись и не востребованы так, как должно это быть? Ну, можно подумать, что другие какие-то у нас вещи, там, Толстого или Гоголя востребованы. Нет, конечно. Нет. Но удивительно другое. Ведь 20-й век он прошел под знаком Достоевского, конечно, 20-й век. Там все вопросы, которые он поднимал, и все пророчества негативные, в том числе, они сбылись. Ну, как Раскольников, скажем, совершает теоретическое преступление. Сначала была газетная статья, теоретическая. А что такое 20-й век? Там весь фашизм, это сначала был майн кампф, теоретическое преступление. Вот тут все сбывается. Сначала было слово, завещие слово, скажем так, потом уже топор и старушка. И я так думал, что вот качается 20-й век. И 21-й век, возможно, будет веком, я не знаю, там, Толстого, Пушкина, там, Лемотова. Нет, вот первые 20-летия показали, что 21-й век, к счастью или к сожалению, остается веком Достоевского. Потому что вопросы, поднятые им, не решены. Мировые вопросы главные. Они не решены. То есть он не может их решить, отвечать. Он вопросы ставил. Отвечаем на них мы. Он не отвечает на вопросы, которые мы сейчас задаем себе. Мы отвечаем на эти вопросы. Но вопросы правильно поставлены все. И то, что происходит с миром сейчас, конечно, он во многом предвосхитил эти... И с человеком особенно. Там у него политические какие-то прогнозы не оправдались многие. О католицизме и так далее. Но то, что он говорил о человеке, настолько актуально. Настолько перечитываешь, как будто вчера написано. Вот о том отношении Запада и Востока. И особенно последний дневник писателя, где он говорит, что надо идти в Азию. Ну, много вещей. И вот другое дело, что это не усвоено сознанием нашим. Мы можем подумать, что что-то другое усвоено. Наше сознание очень разорвано. И он не является, как говорится, догмой Достоевского. Надо в это вживаться. Это понимать, а не просто писать лозунги какие-то на своих транспарантов. Это надо пережить. Пережить. Вот его опыт важен. Ведь он до каторги и после каторги разный. Разный всё-таки писатель во многом. Во многом. Вот. Он говорит, что идеи меняются, но сердце остаётся одно. Вот. И Шифот не прошёл на него без следований. Это только передащил на себе опыт страдания. Страдание, конечно, важно. Вот у нас, знаете, у нас вообще мировое сообщество, оно всё, можно сказать, такое, ну, построенное на гидонизме. Наслаждение главное и так далее. А Достоевский однажды сказал Владимиру Соловьёву, вот всем ты, говорит, хорош, Владимир Сергеевич, философ Соловьёв, сын историканского, ты всем хорош, но вот тебе бы на пару лет на каторгу, на пару-тройку лет, ты бы стал вообще изумительным человеком. У меня даже глава она называется. Помните, каторга как педагогическое средство. Это шутка, но в школе шутки есть дыра истины. Вот опыт страдания не прошёл даром. И ещё вам скажу такой пример. Доришковский вспоминал, что его отец однажды, Доришковский, привёл к Достоевскому, ему было 15 лет. И он пишет, я читал ему свои слабые стихи, Достоевский морщился, плохо, говорит, всё написано ему, ужасно, для того, чтобы хорошо писать, страдает надо, сказал Достоевский. На что умный папа Доришковского сказал, нет, пусть лучше не пишет, лишь бы не страдал. Понимаю цену этого, понимаете? Но если писатель не страдает, в личном качестве или общественном, если он такой благополучный, он ничего путного не напишет. Это точно. Это уже закон такой, понимаете? И наш эфир уже подходит к концу. У нас осталось 5 минут. И вопрос такой. Июнь – это месяц, связанный с памятью о войне. Это начало войны, парад, победы, юбилей Твардовского. В мае вы принимали участие в акции «Ночь музеев». Замечательно читали свои стихи о войне. Что для вас лично значит память о войне, и как сегодняшняя молодежь относится к этой теме? Давайте стихи прочтем. У меня в отношении к войне все выражено в стихах. Если надо, я могу сказать, какие-то стихи сказаны. Очень будем благодарны. Сейчас я прямо из книжки что-нибудь найду. Ну вот стихотворение, которое очень нравилось, покойного Евтушенко. Это стихи, вот как где я родился. Это был город Пермь. Вот у меня такой эпиграф к этому стихотворению. Пермь – бывший город Молотов. Ныне снова Пермь из энциклопедии. Ну вот такие есть. Там будет еще такое, значит, слово «гудок». Гудок – газета железнодорожная такая, где мой отец работал. Она до сих пор, кстати, была газета «Гудок». Ну, знаменитая в 20-е годы, там был Ильф, Петров, там и прочее. Вот сейчас она вот, ну тогда она выходила тоже во время войны. Я родился в городе Перми, я Перми не помню, черт возьми. Железнодорожная больница, родовспомогательная часть. Бытие пока еще мне слиться от небытия, не отлучась. Год военный, голый, откровенный. Жизнь и смерть, глядящие в упор, Подразумевают неотменный, выносимый ими приговор. Враг стоит от Волги до Ла-Манша, И отца дорога далека. Чем утешит мама, дебютантша, военкора с корочкой гудка. И эвакуации заброшен, На брюхатой танками Урал. Я на свет являюсь недоношен, Немцам насмерть, черт бы их побрал. Я на свет являюсь безымянной, Осененой смертной пургой, Не особо общим и желанной, Но хранимой тайной рукой. В городе, где все мне незнакомо, Где забит балетными отель, Названным по имени наркома, Как противотанковый коктейль. И у края жизни непочатый, Выживаю с прочими детьми, Я москвич под бомбами зачатый, И рожденный в городе Перми, Где блаженно сплю, Один из судей, Той страны, Не сдавшийся в бою, Чьи фронты из всех своих орудий Не играют в баюшки в бою. Вот такие стихи. И вот, может быть, еще одно О начале войны с войны. Такое. Все думали, что с Гитлером война Продолжатся не годы, а недели, И сеп у затемненного окна С надеждой в репродукторы глядели, Как будто возвестить мог левитан, Кто накопив войска свои поодаль, Мы совершили яростный таран, И прорвались на Вислу и на Одор. И что часы фашистов сочтены, И в руре пролетарии восстали, Но мы уже оставили равны, И к Харькову с боями отступали. И мать моя беременная мной, Не ожидая помощи Европы, По выходным копала под Москвой Крутые полных профилей окопы. Ну вот, недавно... Есть еще время? Нет у нас? Есть еще две минуты. Ну вот, я думаю, новая история, Которая еще не опубликована, Я его только опубликовал в этом самом... Ой, надо его искать в телефоне, Боюсь, что... А тогда очень хороший вопрос у нас от газеты сегодня. Вы говорили, что в истории России Всегда важную роль играл фактор чуда. Не исчерпан ли лимит чудес? Как вам кажется? Ну я об этом говорил, кстати, Да, конечно, фактор чуда очень важен в русской истории. Потому что что такое 1612 год? Что такое стояние на Угре 1480 год? Чудо! Спасение Москвы, там, 12-й год, чудо! А 41-й год это чудо и чудес, Потому что не было никаких, скажем, факторов, Которые бы говорили, что мы одержим победу. Чудо под Москвой. Конечно, чудо, что страна выиграла войну, выжила. Но действительно, ведь чудеса же не бесконечны. Ведь подорван сильно и генетический запас страны За 20-м веке за счет войны, революции. Ни одна страна в мире не понесла такие генетические, Демографические такие потери, как Россия. Это колоссальная потеря. Вот, и, конечно, потеря страны большой, Это такая, значит, такая, политическая катастрофа. Вы знаете, что вот это, может быть, Саша, позволяю, вот такое небольшое испарение В конце, которое как раз связано с крушением страны. Можно прочесть, да? Да. Вот такие стихи. Восходит красная луна Над чудью, нелядью и мелью, Прощай, великая страна, Ушедшая, не хлопнув дверью. Мы вновь свободою горим При двести радостных событий. Прощай, немытый третий Рим Уже четвертому небыти. Гудбай, отвязная мечта, Но, как историю немерей, Нет горше участи, чем та Жить на разваленных империй. Восходит красная луна Над укороченной сушей. Прощай, нелепая страна, Мы жертвы собственных бездуший. Прости нам этот сон и бред, Что мы, лишённые прописки, Не поглядели даже вслед, Ты уходила по-английски. Твой путь осветил о кровах, И словно древние труски Ты, конечно, вечности не дар, Хотя бы отпеть тебя по-русски. Ну вот, это такая стихия о том, Игорь Леонидович, И в заключении, Пожелайте нашим радиослушателям Что-нибудь в оптимистичном ключе. Как поэт, дайте нам надежду. Я желаю здоровья, Причём здоровья не только физического, Но и морального, конечно, здоровья. И советуем не забывать русский язык, Который связывает всех нас Как единое целое. Вот, говорить по-русски, Думать по-русски. И помнить о нашей истории общей, И помнить о нашей литературе. И, конечно, не забывать, Скажем, не забывать то, Что у нас было общего, И есть общего. Вот что я хочу пожелать слушателям, Что мы все были, Что, как говорил Белгостерский, Надо обняться душами, Чтобы обнимались душами, Скажем так. Спасибо вам огромное за беседу. Напоминаем, что с нами был историк, Писатель, поэт Игорь Волгин. Это была прямая линия В рамках проекта «Культурная линия» И совместно с Медиаклубом «Формат А3» С нашими коллегами, журналистами Из Литвы, из Эстонии и из Латвии. Спасибо, всего доброго.